Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих! С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И мы продолжаем, продолжаем разбирать книжку «99 тропов скептицизма». И мы сейчас будем разбирать мои любимые тропы, тропы против науки, конечно же. Наука одной из самых популярных, самых развитых философских учений, религий, как угодно называйте вот эту вот штуку. Вы можете считать ее каким-то особым, отдельным видом познания, не связанным ни с философией, ни религией. Неважно, неважно, плевать, чем вы ее считаете, как вы ее обозначаете. Сегодня мы вернемся к науке, как обычно. Я люблю критиковать науку. И сегодня мы рассмотрим тропы, тропы скептицизма, которые направлены против научного познания. И не только. И не только, наверное, чуть дальше тоже движемся. Так вот, посмотрим, что у нас там. А, нет, давайте только по науке пройдемся. Или нет? Или нет? Или нет? 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 Нет. Давайте по науке, только по науке. 33. 33 тропы скептицизма. Да, современного скептицизма. Потому что в античной Греции не было науки, как таковой. Не было научной системы. Были довольно-таки примитивные эмпирические представления. Эмпирика вообще была не очень хорошо развитой. И, например, платоники, ну, во многом-то презирали, в общем-то, эмпирический метод познания. Не критиковали его, не считали его серьезным. Большинство, в общем-то, школ античности к эмпиризму относилось с большим скепсисом. Да. И поэтому, поэтому у нас есть, ну, нам придется возобновить вот эти вот тропы различные, разбор науки. Потому что античные философы не могли этого сделать в принципе. Потому что они не знали, что когда-то там в будущем, на базе христианских университетов, будет развита такая большая интересная научная система, занимающаяся эмпиризмом. И создающая определенные какие-то естественные теории возникновения мира. Нет, нет, такого просто тогда не было в те времена. И все это было бы в новинку для скептиков, для настоящих скептиков античности. Действительно, именно скептики античности, они настоящие скептики. То есть они в полной мере проявили абсолютный скептицизм. Так вот, начнем. Пойдем по тропам. Тридцать третий троп скептицизма. Возможность ложности логики. Здесь будет очень много возможностей. Мы будем делать допущения. Допустим, что логика, которую создал Аристотель, и потом впоследствии развивали другие мыслители, включая Фрэнсиса Бэкона, включая представителей аналитической философии, допустим, все это ложно. То есть. То есть. Допустим, это не имеет никакого отношения к истине. Допустим, логика. Это просто логика высказываний. А высказывания, допустим, уже следующий троп, это будет не имеет никакого отношения к истине. Допустим, что вот мир устроен таким образом, что с помощью речи невозможно прийти к истине. Допустим, что, как следствие, с помощью логики невозможно прийти к истине. И логика в итоге может создавать только непротиворечивые предложения, которые, в принципе, не имеют никакого реального значения. Если ситуация обстоит именно так, ну, все. Вся логическая часть науки, она как бы, ну, уходит в небытие. К сожалению. А что такое вся логическая часть науки? Это почти все теории. Все теории без исключения. Даже так скажем. Даже теория эволюции. Ну, потому что теория эволюции нуждается в логике. Без логики ей просто никуда. Ну, потому что мы не можем переместиться в прошлое. Мы не можем там посмотреть, как австралопитеки развивались там дальше. Получился вот такой человек умелый. Потом неандертальцы, кроманьонцы. Там вот это как все-то постепенно развивалось. Мы не можем этого посмотреть. Мы видим только кости. И с помощью различных раскопок, с помощью различных других данных, которые на самом деле не дают нам общей полной и абсолютной картины всего происходящего. И биологи сами знают, что они не имеют полной и абсолютно всеобъемлющей картины всего происходящего. Мы все это восстанавливаем логически. И если вдруг оказывается, что Аристотель нам в свое время подгадил и не создал идеальную, абсолютную, совершенную логику, которая действительно имеет отношение к истине, то, да, к сожалению, к сожалению, теория эволюции и все остальные более абстрактные теории не имеют тоже никакого отношения к истине. Жалко. Очень и очень жалко. Возможность ложности речи. К сожалению, наука... Наука. Наука это не то, что происходит в лабораториях. Наука это не смешение каких-то веществ в химических лабораториях. Нет. В том числе наука это не практика. Наука это не создание телефонов. Это не фабрики. Это не заводы. Нет. Наука это объяснение всего этого. Это объяснение всего, как все вот происходит. И причем это объяснение проводится в определенных журналах. То есть у нас есть речь устная и речь письменная. И в науке, как и в любой философской дисциплине, как и в любой философии, как и в любой философской системе, как и в любой религии, речь занимает чуть ли не фундаментальное место. Имеются исключения. Например, буддизм. Буддизм вполне может существовать, отринув законы речи. По крайней мере, потому что так говорил Нагарджуна. Нагарджуна критиковал речь. Говорил, что в ней невозможно найти истину. Ну, как следствие, буддисты апеллируют к практике. К практике духовной, к медитациям, к определенным, в общем-то, состояниям. Это другой подход. Это подход мимо речи. Как бы получается, они не хотят в речи копаться, и они проходят мимо речи. Нет, нам не нужна речь. Нам, буддистам, не нужна речь. Но наука, как и подавляющее большинство философских учений Запада, включая, ну, нет, даже, наверное, исключая все-таки мистические. Мистические не особо основываются на речи. Они мистифицируют речь, мистифицируют математику, бывает. Но основа там не речевая, основа там тоже в состояниях. Ну так вот, но наука, она основывается на речи. То есть, важно, итоговый продукт, итоговый продукт любого научного исследования, итоговый продукт любой, в общем-то, научной идеи. Это статья. Это статья, это монографии, это конференции, это определенные выступления, это определенная совокупность слов. И если вдруг речь оказывается ложной, и в данном случае я проясняю, она не может выразить в себе истину, в той же степени тогда и наука не может выразить в себе истину, и в той же степени тогда она не является наукой. То есть, она не является никаким познанием. Продолжаем. Возможность ложности математики. Эту тему я тоже очень часто разбираю, но математика это, по сути, система абстракций. У меня в руке две вещи. Телефон и ручка. Один, два. А почему я вдруг решил, что это единица, это вторая единица? А может у меня было три вещи, потому что есть еще колпачок? А может быть четыре вещи, потому что я могу отсоединить от моего телефона еще и аккумулятор. Я могу разделить вот этот вот телефон, который я считаю одной вещью, на сотни других деталей, из которых он состоит. Также я могу разделить ручку на четыре элемента. Смотрите, один, два, три, четыре. Но при этом ручка была одним. Почему у меня получается производить в реальности такие уникальные математические фокусы? Да, кстати, я мог разделить даже на пять, потому что здесь есть колпачок. Я его просто не заметил. И в математике я могу не замечать чего-то. И она будет все равно адекватно работать. Почему так происходит? Почему это происходит? Мне интересно. Потому что математика это система абсолютных абстракций. Она, скорее всего, не имеет никакого отношения к реальности и помогает нам лишь ее каким-то образом осмыслять. Теми методами, которые она поставляет. Сейчас, простите. Вот так вот сделаем. Я восстанавливаюсь? Кажется, да. Да, я восстанавливаюсь. Отлично. Так вот. Мы не понимаем, что такое вот эти вот самые единицы. Двойки, тройки, четверки. И почему они имеют какое-то значение? Да, мы можем совокупить их к определенным практикам. Можем создать с помощью единиц, двоек, троек, четверок, пятерок. Лучше даже единиц и нулей. Машины определенные. Компьютеры, которые будут работать. Потому что определенный код, система кодов, то есть мы можем это сделать, но это не значит, что математика имеет отношение к истине. Ой, компьютер работает, значит математика и истина. Нет, нет, нет. Это вообще в принципе ничего не значит. Просто мы определенные механические процессы, процессы реальности смогли перевести в код. Ну то есть, например, как работали первые компьютеры. У нас есть лампочка, которая горит, это единица. И лампочка, которая не горит, это нолик. Все. Все, вот тот механический, механический, вот тот самый механизм, который находится внутри компьютера, допустим, множество лампочек. Горят, не горят. Хм. Но какое отношение это имеет к истине вообще? Да никакого толком и не имеет. Лампочки горят, лампочки не горят. Потом этих лампочек становится гигантское количество, допустим, миллиарды лампочек. И с помощью этих миллиардов квадриллионов лампочек может кодироваться совершенно любая информация. Да, начинается такая система, в которой математика, как идеальная система, определенная, перенесена на реальность. И в данном случае она все равно не работает, она не является истинной, но она кодирует уже внутри себя. То есть компьютер, компьютер, машина. Это машина математики. Это машина, воспроизводящая для людей математические закономерности. И в этом смысле математика все равно ничего не начинает значить. Именно с точки зрения философии какой-нибудь такой вот серьезной философия может задавать математике множество вопросов. И математика с трудом будет на них отвечать. Так вот. Что такое вот эти самые единицы? Откуда они взялись? Ну, в философии есть свои объяснения, у пифегорейцев, у платоников. Но что это такое? Зачем? Почему? Куда? Куда их деть вообще? Нет. Причем очень крайне сомнительные операции с этими единицами, двойками, тройками, четверками. Вот у нас колпачок. Вот у нас ручка. Два. Два предмета. Я их соединил. Два предмета? Или не два, или один. Как вообще относиться к этому? То есть в системе абстракции мы можем делать абсолютно все, что угодно. Два предмета, три предмета, четыре, пять, шесть, семь. И все это в одной ручке. Мы можем провести любые, любые операции с этой ручкой, потому что математика это средство абстракции. Так вот, допустим, она не имеет никакого отношения к истине. Все. Наука тоже говорит, до свидания. Не имеет никакого отношения к истине. Тридцать седьмой троп. Возможность ложности временности. В скобочках написано. Гипотеза воспоминаний и течения времени исключительно в нашем восприятии. Да, это соотносится с тропом Канта. И если временность ложна, но мы вспоминаем этот троп и Канта, и немножко его преобразуем здесь специально для науки, то оказывается, что всевозможные измерения в рамках времени тоже не имеют никакого отношения к истине. Значит, наука, занимающаяся временными измерениями, это практически любая наука естественная, особенно химия, физика, не знаю, биология, даже геология. Все вот эти науки о временности, они являются ложными, как следствие. Да, если ложна временность, соответственно. А ложна ли временность или нет, это философский вопрос, а не научный, потому что нет науки о временности. Также нет науки о математике. То есть математика сама является наукой о математике. Ну или философия является наукой о математике, потому что есть философия о математике. То же самое с речью в целом. Да, есть лингвистика, да, есть филология. Но филология вообще имеет отдаленное представление о речи. Какие-то радикальные концепции, тоже связанные с речью, может выдвигать только философия. То есть лингвистические модели, они вполне сообразуются с естественными моделями мира. Именно поэтому, ну, они не радикальны, они не рассматривают какие-то интересные возможности. То же самое с логикой. Логикой не занимается какая-то внефилософская дисциплина в рамках науки. То есть, да, наука, это тоже логика, это чисто прерогатива философии. Продолжаем. 38-й троп. Возможность ложности терминов, либо искажение терминов в угоду своему направлению. Вполне возможно, что термины, а как мы помним, наука, это, ну, результаты науки, это статьи и монографии. То есть, вот, вот материальное свидетельство того, что наука существует. Статьи и монографии, в которых изложены теории, предположения и описаны опыты. Это и есть вся наука в целом. Вот, это результат науки, это совокупность науки, это вот такая сумма науки, так скажем. И это самое важное в ней, поскольку это цель, это достигнутая цель даже. Так вот, если вот эти вот, а в речи, в терминах, в статьях и в монографиях фундаментальное значение, особенно в научной парадигме, которая опирается на логику, имеют термины. Термины, определения, понятия. Если есть вероятность того, что эти термины не верны, она почти всегда есть в любой науке, потому что термины меняются и искажаются со временем, и вообще могут приобретать довольно странные значения. Вспомним тот же атом, который изначально был в науке неделим, а потом оказалось, что его можно разделить, и он остался атомом, что с греческого переводится как а, не и том делимый, то есть неделимый. Все равно оставили это название, не признали ошибку, ну, в общем, да, интересные искажения произошло, ну, много-много различных примеров. Так вот, если вот эти вот термины внезапно оказываются ложными, то и наук в целом тоже оказывается ложным. Возможность ложности, фальсификации, фальсифицируемости принципа этого интересного и верификации. То есть здесь тоже, ну, блин. Так вот, здесь мы тоже можем говорить о том, что принцип фальсификации не такой уж на самом деле надежный. Ну, бросается теория на опровержение. Да, ну, подразумевает она свое опровержение, ну, предлагает она свое опровержение. Типа, не может быть и научной теории, которая неопровержима в принципе. Ну, это серьезно так? Ну, вы серьезно, то есть? То есть, допустим, у нас есть действительно неопровержимая теория, которую нельзя подвергать фальсификации. Допустим, она истина. Если мы будем прилагать к ней критерии фальсификации, то это будет, ну, тотальная глупость, наверное. Но мы можем представить себе вполне теорию, которая в принципе истина. И при этом она может быть либо непроверяема, либо неопровергаема, неопровержима. Вот, неопровержима, то есть в ней могут быть такие положения, которые как раз не подразумевают опровержение. Они не могут быть опровергнуты вообще никакими образами. Ну, например, саллипсизм. Саллипсизм в науке. Неважно. Трудно сейчас сформулировать такую позицию, по крайней мере потому, что сейчас в наши дни практически все утверждения, которые могут быть фальсифицированы, считаются научными. А те, которые не могут подвергнуться фальсификации, считаются ненаучными. Поэтому наглядного примера привести невозможно, ну, нельзя, просто нельзя. Так, 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 так. Ну и верификации, то есть опытного подтверждения. Ну, я уже много раз вам говорил, что всякий опыт это интерпретация. Мы в соответствии с уже имеющимися данными и теориями интерпретируем тот или иной факт, который мы достали из природы, из мира, из общества, из социума. Этот факт имеет значение только в контексте один, вот один первый пункт. Других фактов, второй пункт теории в целом. Или теории, доминирующих в рамках науки, либо в рамках ее парадигмы, это уже третий пункт. Так вот. Из этого получается, что верификация тоже не является надежным критерием истинности. Она может быть критерием научности, как и фальсификация тоже может быть критерием научности. Но и фальсификация, и верификация могут не быть критериями истинности, к сожалению, большому. Поэтому, ну, научное не значит истинное и даже не значит надежное, потому что и фальсификация, и верификация могут не повышать вообще вот не на йоту надежности ваших утверждений. К сожалению. Ну, то есть, скорее всего, вот вероятность больше 50% намного, что реальность сложнее, чем самый простой вариант, следующий из тех наблюдений, которые мы имеем. Ну, например, Исаак Ньютон, великий физик, воспользовался всеми фактами, которые были собраны другими физиками до него, и создал свою теорию по принципу Бритвы Оккома. Самая простая теория, самая вот такая вот из возможных, самая простейшая теория из возможных, следующая из тех фактов, которые есть. Вот, идеал науки, Бритва Оккома. Да. В итоге оказалось, что все не так уж и просто. То есть, были найдены противоречия вот этой вот теории, и в итоге, в общем-то, начала доминировать теория относительности Эйнштейна. Потому что она лучше объясняла новые факты, которые появились, а теория Ньютона не объясняла уже новые факты, хоть и объясняла старые. А получается, что изобритвой Оккома в течение огромного количества веков, нескольких веков, но не огромного количества веков, но нескольких веков, по крайней мере, наука пребывала в заблуждении о природе, о пространстве, о времени и о многих других характеристиках этого мира. И все это буквально изобритвой Оккома ученые просто не могли сделать какие-то суждения, выходящие за пределы вот этой вот ограниченной, тупой такой парадигмы упрощения всего. И поэтому они не смогли догадаться до каких-нибудь Эйнштейновских предположений раньше времени, до того, как были найдены те или иные факты. Но допустим, что теория Эйнштейна находится в том же самом отношении к какой-нибудь теории будущего, далекого будущего, как и теория Ньютона находится в отношении к теории Эйнштейна. В таком случае и она тоже, оказывается, теория Эйнштейна, оказывается ложной. Ну и, соответственно, получается, что соблюдение бритвы Оккома практически всегда будет приводить нас к ложным умозаключениям. И к невозможности при этом додуматься даже вот в качестве какой-нибудь там одной из бесконечного множества альтернатив будет мешать бритве Оккома нам дойти вот до истины. Одно из множества вот этих вот бесконечных альтернатив может быть истинным. Но мы не будем о них думать, потому что мы взяли самый простой вариант, который следует из тех имеющихся у нас фактов. Мы не стали придумать какие-то возможные факты, не стали предсказывать те факты, которые могли бы в итоге нас как бы поразить, могли бы что-либо нам дать. Нет, нет. Тем более мы не будем проверять вот эти вот факты, которые могли бы быть. Нет, мы опираемся на те факты, которые есть. И поэтому мы выводим из того, что есть, уже самую простую теорию. Ну и это в природе будет просто маловероятно. Ну то есть давайте я вам объясню так. У нас есть бесконечное множество возможных теорий, которые следуют из имеющихся фактов. Приняли? Приняли. То есть, да, и все вот эти вот теории многочисленные, они будут следовать через усложнение фактов, через усложнение их связей, через различные, ну, усложнения. То есть они будут противоречить брить Виокома. Какова вероятность, что один самый простой вариант окажется истинным, когда против него бесконечность других объяснений? То есть это даже меньше одного процента, скорее всего, если уж так вот прикидывать. Продолжаем. 41. 41 троп. Сомнение в том, что же нам следует резать бритвой Акама. То есть на самом деле в науке не все порезано вот этой вот бритвой замечательной, потому что не все там объясняется самым простым методом. Это в идеале. В идеале объясняется, да. Но вопрос в том, что же нам все-таки следует резать. Что? Что конкретно? Какие теории? Теории какого-то определенного спектра наук, естественных, гуманитарных, общественных, или может быть, не знаю, да что с этой бритвой делать-то вообще? Какие руководства пользования этой бритвой имеются? Да никаких на самом деле. 42 троп. Сомнения в радикальном отличии технического восприятия от восприятия человеческого и применения всех тропов, относящихся человеку к технике. Микроскопы, телескопы и прочие любые технологии, они, один, первый пункт, зависят от нашего интеллекта. То есть мы их сами собираем и собираем на основании наших теорий. И мы имеем определенные предубеждения того, что в итоге должно получиться. Что мы должны увидеть, в общем-то, там и как это объяснять уже заранее. Ну вот мы увидели, посмотрели, объяснили, используя уже имеющиеся концепции. Если это нас удивило, мы использовали какие-то другие концепции. В общем-то, техника ничего не дает, по сути. Да, мы немножко расширяем наше восприятие, но при этом объяснительная способность у людей остается та же. При этом всем, как бы, мы должны не забывать о том, что нет ни одной такой техники, которая при этом бы не опиралась на наше собственное восприятие. Микроскоп. Мы не можем быть слепыми и пользоваться микроскопом. То есть, ну вы понимаете, да? Мы зрячие, мы видим, у нас есть глаз. Глаз. Глаз смотрит в микроскоп. И что-то видит в этом микроскопе. Проблема в глазу. Ну, то есть, уже мы должны понимать, что проблема находится в глазу. Изначально. Если мы вообще подвергаем сомнению восприятия те или иные, так или иначе, то никакие технические средства не могут помочь их, в общем-то, превзойти. Потому что все вот эти вот технические средства, они проходят через наше восприятие. И через наши интеллектуальные способности, в общем-то. И поэтому у нас возникает сомнение в применении технических средств для познания. Вот именно поэтому. И это действительно задает тоже поводы для сомнения в науке. Следующий, 43-й троп. Радикальное утверждение о том, что практичность не является гарантом истины. Ибо у всех учений есть практическая сторона. Да, в ортодексологии, ну и вообще, в принципе, во всех учениях, которые действительно пытаются разобраться в чем-то, они пытаются, в общем-то, создать монополию на практику. Имеется вот такое вот представление, согласно которому практичность, это не дело ни философии, ни науки в чистом виде. Это не дело ни какой-то либо отдельной религии. Практика для всех общая, но при этом практики разные. Каждое учение, каждая философская дисциплина и науки в том числе захватывают ту или иную область вот этой вот практики. И объясняют эту область, ну и все остальные области как-нибудь уже мимоходом тоже пытаются объяснить. Но вот дело как раз в том, что достижение тех или иных практических достижений не является гарантом истины. Вот вообще не является. Ну то есть это не аргумент. У меня работает компьютер, а значит наука это истина. Нет, вот так это не работает, это так только глупый человек может сказать. Вы просто абсолютно глупый. Вот если ты не веришь в науку, то не пользуйся достижениями этой науки. Это не достижение науки, это достижение в том числе промышленности. Если бы у нас была наука и она все бы вот знала то, что знает сейчас, но не было бы промышленности, не было бы компьютеров. Ну, вот просто вот вам вброс такой. Также если бы не было инженеров, которые не являются учеными, если бы не было различных других специалистов, не являющихся тоже учеными, но занимающихся практикой, то тоже ничего бы этого не было. Даже и науки, скорее всего, на том уровне, на котором она развита, тоже, скорее всего, бы не было. Потому что ученый объясняет факты. И не всегда из науки, то есть из науки, которая познает, следуют различные технические обновления. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Это не сначала люди узнают, что вот, о господи, планеты, планеты вокруг, там звезды, звезды, а вокруг звезд тоже планеты. Нет, нет, они сначала изобретают телескоп, не с помощью науки. С помощью практики они это делают, понимаете? Да, вы можете сказать, что с помощью законов оптики и так далее, и так далее, и так далее, но оптика, она тоже познается через практику, и назвать ее наукой в чистом виде, ну, тоже практически нельзя. То есть это не наука о познании мира, это не физика в чистом виде. Оптика это исследование практических аспектов, которые в итоге, в общем-то, помогают, да, помогают в исследовании, безусловно. И наука, и практика обычно пытаются вот очень тесно связаться друг с другом, так неразрывно, чтобы, чтобы уж прям очень болезненно человеку было отказываться от науки теоретической, ну, при этом оставляя практику саму по себе. Да, для людей вот прям вот шок вызывает, что кто-то, кто-то может утверждать, что практика и наука имеют фантомные связи на самом деле. То есть, да, действительно, наука объясняет практику, а практика, ну, в принципе, просто существует. Она просто есть. Просто есть, можно без научных теорий, без научных представлений создать телескоп. Можно без научных представлений создать компьютер. Можно без научных представлений создать, да много чего на самом деле можно сделать без научных представлений. Не обязательно знать теорию относительности, теорию эволюции и многие другие многочисленные научные теории, чтобы что-то создать. Практика, она сама по себе. И она может реализовываться через разные системы познания. И поэтому, поэтому, практика и наука не едины. И об этом я уже много раз говорил, посвящал этому статье, полноценное видео, и уже тысячу раз это повторяю. Ну, давайте не будем. 44. Сомнения в истинности заверения экспертов. Ну, кто такие эксперты? Кто такой эксперт? Скажите-ка мне, пожалуйста, кто такой эксперт? Эксперт. Эксперт это авторитет. Может ли эксперт ошибаться? Может. Может ли наука ошибаться? Может. Какого черта мы должны доверять экспертам? Особенно, если эти эксперты нам пытаются всучить какие-то общие такие выводы, которые даже с их фактами не особо-то соотносятся, или могут быть, ну, вот эти вот факты могут быть трактованы как-то иначе. Но эксперт считает, что это не так. Эксперт будет вам доказывать, нет, нет, вот я прав. Я абсолютно прав, а вы не правы. Даже если ваша теория не противоречит фактам науки, а его теория тоже не противоречит, но является принятой в науке, в таком случае у вас, в общем-то, будут большие проблемы. И многие люди поверят просто эксперту, просто по той причине, что он эксперт. Все. Больше никаких, в общем-то, критериев доверия эксперту и нет. Он эксперт и все. Все. Этим все как бы сказано. Я историк, я знаю историю. Все. И все мои этические нравственные выкладки о тех или иных исторических событиях, все мои оценочные поверхностные суждения, которые я делаю, там, Гитлер-чмо, например, не знаю, все они являются истинными. И тот, кто вот этому противоречит, тот дурачок, как бы. А я эксперт. Вот, на самом деле, так часто, очень часто и происходит. Потому что историки, не знаю, физики и биологи, кто угодно бросаются довольно-таки поспешными суждениями в своих речах. И они готовы их отстаивать, базируясь на экспертизе. Я, конечно, в данном случае не говорю, что мы не должны верить медикам, что мы не должны верить инженерам, не должны верить практикам. Но, как я уже обозначил, в моей системе все эти люди не являются учеными. Кроме того, действительно, историк знает больше различных фактов. Он исследовал больше документов. И действительно, у него больше потенциал для того, чтобы сделать истинный вывод. Но, этот же самый историк может озвучить вам уже имеющиеся факты. И вы на основании этих фактов можете сделать свой вывод, который не соотносится с мнением историка. И в таком случае его экспертная, в общем-то, его экспертиза не имеет никакого значения. Особенно, если он из исторических фактов делает этические выводы, например. Он что, этик может быть? Опять же, мы можем придираться к специалистам, когда они бросаются в противоположные какие-то дисциплины и делают выводы не совсем по ним. В истории это тоже встречается довольно-таки часто. Бывает очень много нравственных оценок той или иной деятельности. И сразу же хочется спросить историка. А вы историк, может быть, этик еще плюс ко всему по совместительству? Или вы, может быть, эстетикой занимаетесь, раз уж вы считаете, что вот этот вот творец был великим, например. Нет, окажется, что он не занимается ни эстетикой, что он не занимается этикой. И в таком случае, ну что нам остается сказать? Что он не эксперт в той области, относительно которой он делает выводы. Продолжаем. 45-й троп. Недостоверность эксперимента ввиду уже обозначенных нами тропов в прошлом видео. Так, напоминаю вам. Напоминаю, напоминаю, напоминаю. Мы не можем провести чистый эксперимент. И как это, в общем-то, мы подтвердим? Ни одна вещь не является в чистом виде, но всегда воспринимается в смешении с другими вещами. Я даже добавлял, помню, слово феномен. Ни один феномен не является в чистом виде, но всегда воспринимается в смешении с другими феноменами. Я бы даже так сейчас это переобозначил. Поэтому ни о чем нельзя сказать, что оно есть на самом деле, и поэтому нельзя провести ни один такой полноценный эксперимент. Все эксперименты — это условности, в которых, в общем-то, феномены все равно перемешиваются. Вот мы и разобрали тропы, посвященные науке, и после этого мы должны будем пройтись по более чем по 50 другим тропам. Надеюсь, это будет довольно-таки быстро, и я буду объяснять уже несколько меньше. Здесь я вот решил пообъяснять, хорошо от души объяснить вам все, что нужно, потому что наука — это дело серьезное, и критика науки — это тоже дело довольно-таки серьезное. И именно поэтому я посвящаю данной проблеме очень много видео, очень много статей, очень много материала. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Ждите следующего видео. В третьем видео мы окончательно добьем вот это введение к этому тексту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok